Здравствуйте! В эфире Первого Карагандинского новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. В шахтинском регионе пострадавшие от весеннего паводка получили дома. Карагандинцы отпраздновали 20-летие Конституции Республики Казахстан и День Шахтера. Хочется поскорее попасть на шахту, своими глазами увидеть, как добывается уголь. В шахтерской столице состоялся ретро-фестиваль. Карагандинскими артистами была создана праздничная атмосфера. В шахтинском регионе пострадавшие от весеннего паводка получили дома. Счастливые обладатели уже пригласили в свои новые жилища Первого Гостя. Акима Карагандинской области. Амина Смакова продолжит. Жители поселка Восьмидомики не скрывали радости. Новые жилища очень отличаются от предыдущих. Теперь им наводнение не грозит. Прежние дома были саманные, а эти построены на века. С хлебом и солью встретили люди главу региона Нурмухамбета Абдибекова. Ее нормально устраивает. Представьте себе, у нас такое счастье. Вообще думали, не знали где. После наводнения шоковое состояние. А сейчас дом красивый. В новом доме семья Тюриных уже начала обживаться. Даже мебель расставили. Начали с комнаты сына инвалида. Матери семейства не терпелось поделиться радостью с прибывшими гостями. Как с представителями власти, так и с журналистами. Чувства у нас очень радостные. Мы очень довольны за наш новый дом. Нам как строители обещали первым сентябрю сдать дом, так они свое обещание сдержали. Всем, конечно, огромное большое спасибо. У нас дом был маленький. И сама на теперь посмотреть, какой дом у нас. Хороший, красивый, высокий, просторный. Из-за весеннего паводка в этом селе был подтоплен 71 дом. Аварийными в поселке были признаны 10 домов. По 9 из них принято решение о строительстве нового жилья. А по одному организован выкуп готового жилья за счет общественного фонда. Из-за отсутствия у пострадавшего правоустанавливающих документов на земельный участок и недвижимость. Сегодня в Шахтинском регионе полностью построены и сданы 9 домов. Также была оказана гуманитарная помощь на сумму 15 миллионов тенге. А 14 детей из семи, пострадавших от паводка, в августе были направлены в детский лагерь Березники для летнего отдыха и оздоровления. Амин Смакова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Школа лицея номер 16 в городе Шахтинске сегодня получила подарочный сертификат в размере 2 миллионов тенге. Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков лично вручил его руководству учебного заведения и поздравил первоклассников первым днем знаний. Со временем на эту сумму приобретут лабораторию робототехники. Также первоклассники получили в подарок книгу Минным Казахстаном от имени главы государства. После того, как закончилась торжественная линейка, Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков осмотрел школу, посетил кабинеты казахского и русского языков, начальных классов и информатики, ознакомился с учебным процессом в них. Я поздравляю вас, дорогие ученики и родители, с первым днем учебного года. Это важное событие в жизни каждого, особенно у первоклассников. Хочу пожелать вам хороших оценок, чтобы знания вы впитывали в себя, как губки. Ведь вы – наше будущее. Карагандинцы отпраздновали 20-летие Конституции и День шахтера. Молодые годы Караганды. Под таким названием в шахтерской столице состоялся концерт «Мы – карагандинцы». На праздничном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Все подробности у Аи Мамрины. Хочется поскорее попасть на шахту, своими глазами увидеть, как добывается уголь. На набережной Центрального парка очень оживленно. В воздухе царит атмосфера далеких лет, когда угольная промышленность только начинала процветать. На сцене актеры воспроизводят картины прошлого. Собравшихся жителей города поздравил Аким области Нурмухамбет Абдебеков. Глава региона отметил значимость обеих праздников. Дорогие карагандинцы, сердечно поздравляю вас с 20-летием Конституции Республики Казахстан. Поскольку основной закон нашего государства был принят в 1995 году путем всенародного голосования, то его с полным правом можно считать народным законом. Своим настроением и радостью с нами решил поделиться ветеран труда Кинжи Гали Усенов. 80-летний Аксакал когда-то работал вместе с главой государства Нурсултаном Назарбаевым. Большую часть жизни отдал любимому делу Столивара. Мы в 1958 году приехали в Тимиртау по комсомольскому поручению. Именно тогда мне посчастливилось работать с главой государства. Всю свою жизнь посвятил любимой профессии. Горжусь, что честно трудился. Желаю всем благополучия и мирного неба. Зрители фестиваля радовали команды клуба весёлых и находчивых. Все песни и постановки были посвящены Караганде, 20-летию Конституции и Дню Шахтёра. По словам организаторов мероприятия, эти праздники не пройдут одноразово. Такие даты мы должны помнить всегда. Аймамлина Исламбеку Спан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В юбилей Конституции карагандинцам подарили новые социальные объекты. Одним из них стал первый в Казахстане демонстрационно-консультационный дом «Граффити-Ж». Также горожанам презентовали новый благоустроенный сквер, открытый в одном из уголков Юго-Востока и обновлённую стелу «Победы» на площади перед Парком Победы. В презентованных объектах побывал Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков. Глава региона лично познакомился с огромным ассортиментом строительного товара. Пожелал, чтобы казахстанского задержания в торговом доме было больше. Строительство торгового дома «Граффити-Ж» началось ещё в 2013 году. Сегодня здесь можно найти продукцию на любой вкус. К тому же здесь вы можете получить бесплатную консультацию дизайнера. В нашем торговом центре работает команда профессионалов из 30 человек. Продукция представлена как казахстанскими, российскими, так и европейскими брендами, очень известными. Торжественное открытие объектов сменилось красочным салютом, который прогремел в Центральном парке культуры и отдыха. Аймамлина Исламбегуспан, Арман Артаев, Первый Карагандинский. В Караганде торжественно поздравили горняков с их профессиональным праздником. Цветы, хорошее настроение и памятные подарки были в этот день только для шахтёров. На торжественном мероприятии побывали и наши журналисты. Для карагандинцев последнее воскресенье августа является одним из главных праздников в году. И это неудивительно. Немалое количество людей проживает здесь, которые полностью отдают себе работе в угольной промышленности. Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры горняков. С праздником, дорогие друзья! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов на благо процветания нашей Родины. Отличившимся работникам отрасли были вручены почётные грамоты и благодарственные письма Акима области, а также ведомственные награды. Валерий Лавренко выходец из династии шахтёров. Его отец и дед были горняками. Сам Валерий Лавренко пришёл в шахту в 1988 году и с тех пор ей не изменял. Угольная промышленность – это стабильность, достойная зарплата, семья как за каменной стеной. Валерий Лавренко не единственный, кого наградили в этот день. Никто из горняков не забыт. За торжественным событием последовала концертная программа. Также поздравил шахтёров и генеральный директор компании Арселор Миттл Тимиртау Виджай Махадыван. Амина Смакова, Олжас Габасов, Роман Нартаев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В Караганде состоялся ретро-фестиваль в честь 20-летия Конституции Республики и Дня Шахтёров. Для горожан было организовано праздничное мероприятие. Карагандинскими артистами была создана праздничная атмосфера. На месте побывали и наши корреспонденты. Ретро-фестиваль был организован Акиматом города Караганды. В мероприятии приняли участие карагандинские звёзды, которые из года в год заряжают жителей своей теплотой и любовью. В праздничную программу также входили салют и дискотека. Самое главное, чтобы мы в Караганде жили в мире и согласии, чтобы мы могли проводить такие мероприятия с нами, неправительственные организации, ветераны, шахтёры и гости нашего города. На набережной в Центральном парке культуры карагандинцы в ожидании праздничного салюта. Некоторые из них поделились своими впечатлениями. Хотелось бы выразить большую благодарность за проведённые мероприятия. Участвовали различные исполнители, услышал джазовые исполнители, очень красивая музыка. Создаёт атмосферу хорошую в парке. В общем, замечательно. День знаний отметили и в 93-й гимназии. Сегодня учебное заведение приняло целых 7 первых классов. Школа, ставшая лучшей в прошлом учебном году, распахнула двери для более тысячи учеников. Школьники, отдохнувшие за каникулы, сели за партой и прослушали первое занятие под названием «Моя Родина, Казахстан». Мы будем учиться и будем дружить, а вырастим, Родине станем служить. Цветы, бантики, белые рубашки – такая картина сегодня неудивительна. На улицах тут и там встречаются беззаботные лица малышей, спешащих на День знаний. Не исключением стала и гимназия номер 93. Сегодня на площади перед учебным заведением полно народу. Ребятня в школьной форме и родители с цветами и надеждами. Собравшихся поздравила Кимгорода Нурлана Убакиров. И самым ценным, что человек может приобрести в жизни, является знание. Без знаний не может быть ни созидания, ни творчества, ни взаимопонимания. С помощью знаний мы обретаем веру, надежду и способность преодолевать жизненные трудности. Народная мудрость гласит – учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. Сегодня порог 93-й гимназии переступили сразу семь классов первоклашек. Пять из них будут обучаться на русском, два класса – на государственном языке. Для малышей эта торжественная линейка стала первой и самой запоминающейся. Ведь они в этот день получили подарок от самого президента. «Когда я вырасту, я хочу стать космонавтом. Для этого нужно хорошо учиться. Мне понравилась школа, а особенно подарок от президента». Директор гимназии Лязат Тимирханова также поздравила своих учеников, пожелала, чтобы каждый из них учился только на отлично и был гордостью школы. В течение пяти лет мы занимаем первое место по результатам ИНТ. Гимназия номер 93 была построена в 1966 году. С тех пор учебное заведение выпустило немало отличников и активистов общества. Со слов директора школы, эту работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения они продолжат и в этом году. Ученики этого образовательного заведения не раз удивят карагандинцев. Аймам Ренал Жаскабасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Ученики 45-й гимназии готовы к новому учебному году. Такое заявление сделали школьники на празднике первого звонка, который состоялся сегодня. Дети пели, танцевали и встречали своих малышей, первоклассников бурными аплодисментами. Старшеклассники обещали им во всем помогать. Сегодня очень оживленно и весело отпраздновали первое сентября ученики 45-й гимназии. Они выстроились в одну линейку и исполнили гимн. Затем звучали поздравления и песни. Посмотрите вы на нас. Вы стояли, долго ждали. Я думала и лечь. Уж полвечья мы сказали. Ух, гораздо больше нечего. Одиннадцатиклассник Андрей Алексюк поделился своими ощущениями. Для него стать выпускником – большая ответственность. Ведь хороших результатов и осуществления надежд ждут не только родители, но и учителя. Между тем, парень уже стал победителем республиканских, областных и городских олимпиад. Что мы опора школы и то, что мы должны помогать. И в основном все лежит на нас. Ну, конечно, это и приятно, и серьезно, но мы думаем, что справимся, мы готовы. Когда этот год закончится, я буду вспоминать и думаю, что буду скучать. Буду приходить иногда. Вместе с учениками новый учебный год начали и педагоги. Для них сегодняшний праздник не менее важен. Ведь с каким настроением пройдет первый день, так и сложится весь учебный год, утверждают они. В этом году гимназия радушно встретила 99 первоклассников с русским языком обучения и 21 ученика с государственным языком обучения. У нас очень хорошие ребята. И 11 класс, конечно, мы надеемся, что они покажут очень хорошие результаты и на ИНТ. И вообще это просто интересные, одаренные дети. Такую оценку дают учителя своим воспитанникам. Педагогический коллектив школы верит, что их учащиеся – самые лучшие. Айамамлина Исламбегуспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сегодня в общеобразовательной школе номер 10 карагандинские инспекторы и ученики гимназии имени Макжана Жумабаева провели акцию «Внимание, дети!». Профилактическое мероприятие прошло на торжественной линейке в честь 1 сентября. Все подробности далее. Юные инспекторы дорожного движения рассказали первоклассникам о правилах безопасности в светофорах и знаках. Ведь с завтрашнего дня для многих из них начинается самостоятельная жизнь. Прошу детей, когда они идут в школу, всегда проходить только по пешеходу, потому что надо быть внимательным на дороге. Если вы не будете проходить по пешеходу, это очень опасно. Помимо лекций о правилах безопасности на дорогах, карагандинские полицейские вместе со своими помощниками раздавали водителям буклеты и призывали их соблюдать правила движения. Также не забыли напомнить автомобилистам о правильном использовании детских удерживающих устройств. Профилактическая акция продлится до 10 сентября. Амина Смакова, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. К другим новостям. Ежегодно Всемирная ассоциация здравоохранения 28 июля отмечает Всемирный день борьбы с вирусным гепатитом. В стране около 1000 пациентов с острым гепатитом и 6000 человек с хроническими заболеваниями. Областной центр здорового образа жизни провел семинар для специалистов стоматологического профиля на тему вирусного гепатита. Гепатит и борьба с этим заболеванием стала одной из тем семинара. Были представлены все виды вирусного гепатита и варианты борьбы с этим заболеванием. Многие люди, которые заболевают вирусными гепатитами В и С, не подозревая о том, что они являются носителями этой инфекции, передают другим людям. Большинство людей с гепатитами В и С подвергаются риску развития тяжелой хронической инфекции, болезни печени. И еще об одном. В Караганде стартовал мотопробег. Акцию проводит команда мотоциклистов во главе с президентом Ассоциации байкеров Иваном Петрухиным. Мероприятие проводится в честь 550-летия со дня образования казахского ханства. Ее задача – укрепить знания молодежи о народных героях Казахстана и сохранить обычаи и традиции. Также участники Ассоциации поздравили карагандинцев с прошедшими праздниками и пожелали ученикам успехов в учебном году. Мероприятие, которое мы проводим по всему Казахстану – это 550 лет казахского ханства. Думаю, что очень здорово, что в год 20-летия нашей Конституции мы празднуем также юбилей 550 лет казахского ханства. Сегодня официальный день, день знаний. Думаю, не случайно руководство города нас пригласило сюда, чтобы поздравить учеников, поздравить их родителей, учителей с начала учебного года. И, конечно, рассказать о том, что есть такой мотопробег, посвященный нашим ханствам. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго. Аман Сауболмсдер. Редактор субтитров А.Семкин